Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и я, Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. 1 мая казахстанцы отметили День единства народа Казахстана. Главной праздничной площадкой стал Центральный парк Караганды. В кризисном центре неуважительное отношение к подопечным. Такое неожиданное заявление сделали матери-одиночки. Они готовы жить на улице, но только не в центре. Молодые сосны как символ постоянного обновления. Перед главным корпусом Государственного технического университета заложили аллею профессоров. 1 мая казахстанцы отметили День единства народа Казахстана. Главной праздничной площадкой стал Центральный парк Караганды. 1 мая стал настоящим символом дружбы и сплоченности для представителей всех национальностей. В праздничном представлении приняла участие Фариза Улбаева. В красочном хороводе театрализованного представления закружились представители этнокультурных объединений области и творческие коллективы города. Через танцы и песни они показали особенности культуры и обычаев разных народностей, демонстрируя дружбу и единство всех этносов Казахстана. На набережной в Центральном парке города собрались тысячи горожан. Вместе с карагандинцами и гостями шахтерской столицы в празднике принял участие Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он лично поздравил всех с 1 мая. Этот год для нас особенный. Год обновления и государства, и общества. Если реформы в экономике и политике призваны создать для нас лучшие условия для жизни, то духовное обновление – это объединение всей казахстанской нации вокруг наших главных ценностей, стабильности, единства, согласия. Судьба нашего народа не была простой. Старшее поколение помнит ужасы Карлага. У многих семейная история так или иначе связана с репрессиями или депортацией. Но наши предки смогли не озлобиться, выстоять и построить дружное общество. Праздник продолжился фестивалем национальных культур Шанрак Дружбы. В нем приняли участие около 30 этнокультурных объединений из Абайского и Асакаровского районов, городов Жесказган, Сарань, Тимиртау, Шахтин, Садпаев и Караганды. Концертная программа объединила выступления профессиональных артистов самодеятельными коллективами. Прекрасная весенняя погода добавила настроение всем гостям. Большинство из них пришли на праздник целыми семьями. Вероприятие отличное. Поздравить хочу всех арагандинцев с праздником, с этим красивым, теплым днем. Такие праздники, я думаю, надо часто быть, чтобы люди сплоченные были, наши государства. И хочу поздравить, пожелать счастья, здоровья, успеха, процветания. Чтобы все мечты избылись в наших карагандинцах. Нормально все выступает, мы очень рады. Погода какая хорошая. И радуемся празднику. Караганда, мы вас поздравляем. Праздничная программа длилась около трех часов. За это время жителям многонационального дома лучше узнали друг друга, еще больше сплачивали. Сегодня мы живем в большом многонациональном свободном государстве. Участники мероприятия не раз подчеркивали, что единство народа, стабильность и согласие в обществе – наше главное достояние, которое формирует основу казахстанской государственности. И для нас важно сохранить эти ценности. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В День Единства Народа Казахстана повсюду проходили народные гуляния. Праздничным концертом на свежем воздухе отметили Первомай жители Октябрьского района. Прохладная погода не заставила карагандинцев остаться дома. Именно в этот день улицы пестрили от национальных нарядов. Мероприятия открыли танцевальные коллективы, олицетворяя танцам культуру и обычаи разных народностей, демонстрируя дружбу и единство от всех этносов Казахстана. На главной сцене развернулось настоящее шоу. Танцевальные номера, творческие композиции – все прошло на высшем уровне. По словам организаторов, на репетиции ушло всего три дня. Все было сделано в кратчайшие сроки, так как все работали сплоченно, как одна команда. А живет и проживает у нас здесь очень многое количество. И, по-моему, говорить уже о каких-то национальностях уже не стоит, потому что мы все стали казахстанцами. Мы – единый народ казахстанцы. В концертной программе принимали участие учащиеся городских школ и представители диаспор, проживающие в Октябрьском районе. Кроме того, поздравить жителей приехали и различные творческие коллективы шахтерской столицы. С поздравительной речью выступил Аким Октябрьского района Ержан Тимирханов. Выступающие в один голос ствердили, что единство и сплоченность народа являются прочным фундаментом всех достижений и побед. Дорогие карагандинцы, жители Октябрьского района, от всей души всех поздравляю с прекрасным праздником. Первое мая – Днем единства народов Казахстана. С праздником с большой историей. Все мы хорошо помним понятие мир, труд, май. И вот сегодня с приобретением независимости нашей страны этот праздник приобрел еще более глубокий смысл. Благодаря мудрой, многогранной политике главы нашего государства, в нашей стране проживает около 140 этносов. Именно в мире, согласии и самое главное – в единстве. Только в нашем районе проживает около 100 этносов, также в мире и согласии. Поэтому поздравляю всех с этим праздником, желаю здоровья, благополучия. На празднике также отметили, что Казахстан стал уважаемым и сильным государством, благодаря взаимопониманию разных этносов. Сплотившиеся в единое целое под сводами казахстанского шанырака. В завершении мероприятия в небо взлетели белые голуби, символизируя мир и согласие народов Казахстана. К другим новостям. Скандал в карагандинском доме мамы. Из кризисного центра ушли подопечные молодые женщины с грудными детьми. По их мнению, причиной ухода стало неуважительное к ним отношение. Они готовы скитаться, лишь бы не возвращаться в приют, соявляют матери-одиночки. Такая ситуация в истории проекта «Дом мамы» в Караганде была еще в 2015 году. 11 из 14 молодых женщин с детьми, нашедших здесь приют, ушли. Одна из таких – Акмаржан Демесинова. Она призналась, что ее не приняли в семье мужа, ей пришлось уйти. Веру она нашла в данном доме матерей, но не тут-то было. По словам девушки, жить здесь стало невыносимо. Акмаржан заявляет, что они сами покупали продукты питания для детей. Нас унижают. Мне говорили, ты оралманка, ты тупая и необразованная. Ты всегда все забываешь. Мне сказали, что я много ем. После такого действительно кусок горла не лезет. Я начала собирать деньги и покупать сама своему ребенку еду. У меня больной ребенок. Мы искали там спокойствие, а еще раз повредили свои нервы. Моему ребенку сейчас больше года. У него врожденные косоглазия и нарушения в работе мозга. Подопечные говорят, что не возвратятся в приют. Среди них и Агерке Байкасымова. Она отмечает, что в центре ей поначалу нравилось, но потом она со своими подругами по несчастью стала замечать нечистая в работе своего координатора. Жить здесь стало невыносимо, говорит Агерке. По ее словам, подопечных унижают и даже оскорбляют. В начале к нам в приюте координатор приюта Инагуля Мирова относились достаточно хорошо, но после захотела нас рассорить между собой. После чего началось самые неприятные вещи. Выделенные нам она начала забирать к себе домой. Мы ей все это вчера высказали, а также обратились в Астану и вызвали комиссию. Но комиссия поддержала не нас, а координатора. Никакой жалости по отношению к нам. Отбирают все, что нам положено. Мы просто не можем терпеть ее унижение. Говорят, что мы глупые. Сегодня женщины проживают в съемной квартире, которую предоставили им добрые люди. И не знают, что их ждет дальше. Чтобы узнать всю картину, мы намерены были встретиться с руководством кризисного центра. Однако в местный центр попасть не смогли, но удалось достучаться до высшего органа в руководстве фонда в Астане. Вот что они пояснили. Сами захотели покинуть проект. И для того, чтобы у них были какие-то жалобы. И с целью проверить их жалобы была направлена комиссия в Караганду, в дом мамы. По итогам проверки комиссии жалобы не были подтверждены. И мы выяснили, что женщины, которым нужно было уже покидать проект, потому что они уже прожили почти год. Они, значит, с целью, значит, каким-то образом продлить свое пребывание в доме захотели, значит, инсценировали там какое-то недовольство, начали там группировки какие-то создавать и так далее. С целью, как бы, сместить координатора. В фонде заявили, что виноваты во всем сами женщины. На момент окончания съемок стало известно, что молодым мамам позволили забрать из приюта свои вещи. Мы намерены отправиться вместе с ними. О дальнейших событиях мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Фариза Албаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде неизвестные обстреляли камнями пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером 30 апреля. Как стало известно, злоумышленники стреляли камнями из рогатки по пассажирскому автобусу маршрута номер 43, когда тот остановился на красный свет на отрезке пути между остановками ДК Нового Майкудука и Колос. В момент обстрела в салоне находились шесть человек. Все они сидели на задних сиденьях и остались целы, потому что злоумышленники целились по средним окнам. Затраты на восстановление двух поврежденных стекол взяла на себя страховая компания. Скелет человека нашли на субботнике шахтинские врачи. Страшную находку медики обнаружили из-за территории недействующего профилактория. Как сообщил руководитель шахтинского отдела полиции Думан Кужахметов, по факту обнаружения скелетированного трупа проводится расследование, назначенные экспертизы. Также сообщает, что рядом со скелетом лежала папка с выписными документами из больницы и рентгеновский снимок. Судя по документам, труп принадлежит мужчине 1975 года рождения, жителю Шахтинска. Более полутора тысяч участников демонстрировали свои творческие таланты на шестом республиканском конкурсе «Шох Жолдез». Организаторы заявили, что интерес у молодежи к этому конкурсу растет с каждым годом. Мероприятие посвящено предстоящей международной выставке «Экспо-2017». Алине Абембаевой 9 лет. 5 из них она занимается в хореографическом ансамбле «Триумф». Коллектив уже не раз принимал участие в этом конкурсе. Каждый раз «Триумф» удостаивался первого места. Девочка призналась, что любовь к танцам проявилась с раннего возраста. Я уже занимаюсь этими танцами 5 лет. Наш коллектив называется «Триумф». Мы выступаем здесь уже каждый год. И чтобы завоевать победу, у нас очень много тренировок и репетиций. Фестиваль проводится уже в шестой раз. Каждым годом участников становится больше, заявили организаторы. Первые два года конкурс был городским, затем областным, и уже около четырех лет проводятся на республиканском уровне. Участников конкурса «Шох Жолдез» оценивают в номинациях «Вокал», «Хореография», «Театр моды» и «Художественное слово». Участников более полутора тысяч. Возраст от 3 до 22 лет. Наш конкурс существует, проводится уже в шестой раз. Если сначала он начинался как чисто городской конкурс, участвовали коллективы только города Караганды, затем к нам присоединилась область. В этом году у нас в нашем конкурсе участвуют коллективы из различных регионов нашей страны. То есть он уже практически дошел до уровня республики. Организатором фестиваля является дворец культуры «Нового Майкудука». Оценивали таланты педагоги колледжа искусств имени Теттембета, а также артисты Караганды. Всех участников наградили грамотами и сувенирами, а победителей – кубками и дипломами. Фариза Улбаева, Жара Гибаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. 110 саженцев посадили на аллее Технического университета. В экологической акции приняли участие профессора и студенты Технического университета. Посадка деревьев на аллее профессоров состоялась в рамках республиканской экологической акции «Национальный день посадки леса». Закладка аллеи профессоров – это инициатива преподавателей и студентов. У главного корпуса в сквере профессоры вуза посадили сосны и около каждой установили табличку с указанием фамилии ученого. Среди них и профессор Юрий Обухов. Он признался, что для посадки выбрали именно сосны, потому что они лучше всех адаптированы к нашему климату. Если вы обратили внимание, практически все ели, в зависимости от того, какая зима, они начинают или подмерзать, или желтеть, и начинают пропадать. А вот сосны, они очень хорошо адаптированы к нашему климату. Причем руководит озеленителем мой ученик Яковлев Володя. Поехал к нему, договорился. Посмотрели мы в питомники и выбрали мы вот эти сосны. Это сосна обыкновенная, но выполнена в виде бонсая. И каждый год мы ее будем прищипывать, и она будет у нас вот таким образом красиво расти. Эта акция состоялась в рамках реализации программы «Туганжер», инициированной главой государства. Ректор КРГТУ Марат Ибатов заявил, что профессоры университета являются создателями авторитетных научных школ. Каждый из них подготовил и выпустил более тысячи высококлассных специалистов, внес достойный научный вклад в развитие индустрии Казахстана. Первая наша акция – это закладка аллеи профессоров. Она на ваших глазах производится у главного корпуса в сквере за памятником основателя нашего университета, героя социалистического труда, академика Абулхаса Сагиновича Сагинова. Суть идеи состоит в том, что по своей инициативе 35 ведущих профессоров нашего университета, которые считают себя сподвижниками и учениками Абулхаса Сагиновича, сегодня посадят приобретенные за счет собственных средств сосны как символ постоянного обновления. Традиция посадки деревьев учеными и студентами проводится во всем мире уже долгие годы, но у нас она проводилась впервые. Организаторы заявили, что отныне эта акция станет традиционной. Андрей Тенаж, Аргибаев, Алжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Десять волейбольных команд сражались за звание лучшего. В честь Дня защитника Отечества сотрудники прокуратуры со всей области собрались на волейбольные старты. Такое мероприятие проводится ежегодно, заявили организаторы. Команда-победительница примет участие в республиканских соревнованиях. Проводить спортивные турниры стали давней традицией. Ежегодно прокуратурой Карагандинской области проводятся соревнования по разным видам спорта. Минувшую субботу прошло соревнование по волейболу. Принять участие изъявили желание 10 команд. Как и в прошлом году победителями стали спортсмены областной прокуратуры. Именно они в конце будут представлять Карагандинскую область на республиканских соревнованиях. Проводимый ежегодно, это стала хорошая, добрая традиция проводить спортивные соревнования. Здесь собраны команды с регионов, с районов. Город Тимиртау, Бухожират, Шахтинск, Сарань, прокуратура области, управление правостатистики, районы Казвикбе, Октябрьска. То есть, проявили желание играть 10 команд. Это олимпийская система, конечно, на выбывании. Турнир посвящен предстоящему празднику Дню защиты Отечества. Инициативу проявила прокуратура области вместе с прокуратурой Казахстанского района. И вновь неудачи преследует карагандинский футбольный клуб «Шахтер». 29 апреля на Тимиртауском стадионе «Металлург» горняки принимали футболистов шемкенского Ордобасы. Матч завершился со счетом 1-2 в пользу гостей. Для карагандинцев матч начался не самым приятным образом. Спустя две минуты после стартового свистка Ордобасы заработал угловой. С передачи Азата Нургалиева счет в матче открыл Кирилло Ковальчук 0-1. Через 20 минут шемкенцы удвоили свое преимущество. Отличился все тот же Кирилло Ковальчук. Защитники «Шахтера» не успели накрыть украинского полузащитника. И тот беспрепятственно нанес точный удар 0-2. Вторую половину игры команды начали в обоюдоострой борьбе. В одной из атак горнякам удалось распечатать ворота гостей. С левого фланга выстрел по воротам нанес Милан Стоянович. Голкипер Ордобасы отбил снаряд. А на добивание отлично сработал Марат Шахметов. 1-2. Этот счет сохранился до конца всего матча. 2-го мая Карагандинский «Шахтер» в рамках 10-го тура премьер-лиги проведет выездной матч против Кокшитауского «Угжет-Песа». Игра пройдет в Астане на стадионе «Астана-Арена». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболгстар. Субтитры создавал DimaTorzok